И снова здравствуйте, мы продолжаем говорить о молодежи и в гости позвали тех людей, которые совершенно недавно выпустили клип на песню, посвященный как раз таки тому, что терять времени своего нельзя. У нас гостя Курал Чукоев и Марс, доброе утро, здравствуйте, как у вас дела? Курал, вот первый вопрос сразу, у вас Марс шляпу отобрал, да, я так понимаю? У нас как бы из софета молодым всегда нужно уступать, поэтому я передаю шляпу самую страшную Шляпу, наверное, с вдохновением, со своим талантом, Марс, соответствую ей Как бы что-нибудь хорошее передалось ему Рендап, да? Да, рендап Хорошо, шутки шутками все же, песню вы записали, песня хорошая, посыл прекрасный Действительно, вот, допустим, наши артисты уже записывали, если я не ошибаюсь, ребята из Амабаб Посыл у них примерно такой же То, что здесь, сейчас и сегодня нужно становиться лучше, почему? Потому что завтра, возможно, будет поздно Да, поэтому и времени терять не нужно Вот, все-таки, как пришла идея, вот, именно ваша Идея вашего трека Вот, обычно поют про любовь Обычно поют те композиции, которые можно монетизировать при помощи доев Правильно? Ну, это правда, это реалии Крымстана Но, все-таки, социальный вот такой подтекст, он же ведь тоже не сразу вам дался Это же ведь нужно мониторить, наверное, вдруг кому-то не понравится Есть же обратная сторона медали у таких треков? Ну, да, есть такое понятие творчество Оно должно быть разосторонней Оно должно быть ориентировано на той, как ты говоришь Оно должно как-то позиционироваться чисто в... В творческом плане В творческом плане И в плане того, что вот нужно жить правильно Как нужно себе преподносить в обществе Ну, такие образовательные примеры И в моем творчестве этого всего достаточно Я могу сказать, что у меня творчество очень разностороннее И в этот раз я решил с этими ребятами спеть именно такую молодежную С подходом таким молодежным Чтобы было понятно такой именно тинейджерской аудитории Аудитории Чтобы они могли узнать, что есть такой артист в Муралчукове Я даже одеваться начал По-другому Я смотрю еще чуть-чуть и все, и начнется... Blackstar, да? А вот как приходит вдохновение написать песню о любви Песню про молодежь Ну, как бы, не только ли от того, что был же разнообразный репертуар А просто почему-то пришло вдохновение Вот как, откуда оно приходит? Ну, это, наверное, Марс, поэтому инициаторы этого трека Я сам написал вот эти песни Мне в основном нравятся песни, так, как вам сказать Патриотические, патриотические песни я сам люблю И у меня вот эта первая песня из Аман, тоже как патриот И вторая песня тоже есть, Келечек, Диаштарна Голанда И в третьем тоже, вот, недавно с Хуралбаки сняли новый клип в стиле регги Вот, как говорится Он любит больше мотивационные треки Да Вот, кстати, в стиле регги у нас же не так много, да, я так понимаю, песен? Как я думаю, впервые, по-моему, в Кыргызстане Нет, 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 нет Я могу назвать троих андеграуд-исполнителей, которые занимались регги последние лет 10-15 Но все же в массы, да, действительно, у нас таких композиций, я бы сказал бы, нет вообще Стиль регги, она сама по себе такой позитивная, она очень легко воспринимается от публика Поэтому мотивационную какую-то информацию передать через регги, это очень легко пать Я думаю, что именно с этих соображений Марс сочинил эту песню Я согласился спеть, не согласился, а сказал, давай вместе споем И как бы сам напросился, и пошло-поехало Теперь уже сняли клип, теперь уже на широкую аудиторию Посмотрим, как воспримет народ Хорошо, вот Курал, последний вопрос со шляпой, и все, и мы закончим Вот вы помните, в Гарри Поттере распределительная шляпа, вы так же, да? То есть ставите, с этими ребятами я буду петь, с этими ребятами я работаю, с этими нет, или нет? Возможно В дальнейшем посмотрим Я работаю с людьми, которые мне по душе Те, которые очень открыты, без всяких задних мыслей Эти ребята одни из тех Я почему говорю, а вообще эти ребята, они, с ним рядом есть еще один молодой человек, который исполняет рэп Но рэперы, они такой народ, что... Сегодня и есть, завтра он уже на перестрелке Стабильности не наблюдается, поэтому... Ну хорошо, шутки шутками, давайте поговорим серьезно о творчестве Процесс написания, процесс создания, процесс постпродакшена песен Это делается, ну, можно, в принципе, за пару дней сделать, но чтобы выдать качественный продукт, приходится затрачивать очень много времени И наверняка вы уже заранее планируете, что будет выпущено, допустим, в этом году, в следующем, через пять Ну, планы имеются Вот давайте поговорим в 2018-м, чего ожидать? Какие планы? Чего ожидать от Марса? В дальнейшем еще будем продолжать в таком же темпе Скоро еще у меня две песни выйдет, новые, на русском и на кыргызском Мы посмотрим, как примет наши кыргызстанцы Вот дальнейшем у меня такие планы Молодец, Марс Кыргызстанец справился А со мной все по-хргызски Я в весеннее время очень сильно занялся своим творчеством Я уже на данный момент почти уже доснял четыре крипа То есть на целый год Вперед Да, на целый год вперед Я уже знаю, что я буду давать, например, летом в июне Что я буду давать в августе Сейчас фанаты все запоминают И так июнь, август Июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Это уже шесть клипов получается Видимо, еще два процесса Дальше уже посмотрим, да Но четыре уже стабильно есть Я думаю, что если я сейчас поработаю Осенью буду отдыхать Пора пожинать плоды Пора пожинать плоды Поэтому трек есть, песни есть Все, они готовы Просто они ждут своего момента А у вас как-то просто синглы Или прям целый альбом вы собираетесь делать? Вот у нас с этим очень проблематично У нас никто альбомы не пишет в основном Ну пишут люди Для себя в основном Да, это не воспринимается народом В основном сингл выпустил Просторы и все Если песня прошла То и остальные песни тоже могут быть Как-то вместе с главным хитом пойдут Но никто особо альбомы не пишет У нас на эстраде Потому что это как-то невыгодно Невыгодно У меня другой вопрос Как вы думаете Артист должен придерживаться Какой-то биографии Какого-то придуманного образа Или он может быть абсолютно разносторонним Сегодня он рок-артист Завтра он поп-артист Послезавтра он ненавидит всех И пишет диссы на каждого Ну если Ну вот как лучше Вот на ваш взгляд Именно как Спрашиваю, как у творческих единиц Классно, если человек придерживается Определенного стиля Определенного формата Но если человек Он разносторонен И очень хорошо подает себя В разных стилях, жанрах Это вообще супер Ну вот, например Говоря о вас, Курал У вас есть вот такой целостный путь Правильно? Да А вы придерживаетесь какой-то концепции Вот главная философия того, что вы делаете В одном слове Главная философия моя заключается в том Что я делаю то, что мне нравится Я могу Хоть оперную песню спеть Я могу Роп-композицию исполнить Все запоминают хорошо Я могу даже рэп прочитать Я чувствую себя очень свободным Именно в творчестве Никаких границ для творческих границ Будете читать рэп, можете меня на батл вызывать С радостью побатлись Но вот я хотела спросить Вы сказали, что сейчас вы заняты именно творчеством Ладно, на какую тематику вы уже хотите написать песни Или написали Кроме вот как Следующую песню Да Ну, в дальнейшем посмотрим еще Ну, просто у нас самая распространенная тема Это любовь, правильно? Да, да Ну вот, вы написали на молодежную тему Это актуально, это хорошо А на какой тему еще можно написать? Ну, вот взаимоотношения можно Пробки в бишкеке Можно с родителями Пробки в бишкеке Можно очень хорошо преподнести Это тоже В зависимости От подхода Рэпера или артиста А это еще зависит от тех переживаний Которые вы переживаете, например, на данный период жизни Вот написание песен тематикой У меня, да Мне соответствует Ну, у меня тоже В принципе У меня вот песни, например Мне уже тридцарик Не-не, вы неправильно Тридцарик Вы еще молодой Мы сегодня уже Мне еще тридцать Да Мне еще тридцать И люди все говорят Когда, когда вы женишься Когда женишься И ты у меня И у меня все это творчество отражается И у меня песни пошли Скоро женюсь Или там Такое Все равно отражается То, что у тебя в жизни происходит И творчество На самом деле У Кураловича Коева спрашивает Когда женишься И он ставит свой главный хит И убегает Под эту композицию Отвлеклись Хорошо И последний Марс Вопрос Вы сказали, что песни пишете Вот только честно Гос-райтерством занимаетесь Пишите ли песни для других Успорителей Нет Я только для себя пишу песни И авторские песни Вот у меня в основном Как вам сказать У меня в основном Про любовь еще много У меня вообще Но я в основном пишу Только на кыргызском На кыргызском Только на кыргызском Знаете, говорят, что Хорошую песню можно понять Абсолютно на любом языке И язык Это не самое главное Главное Это экспрессия Главное Это тот смысл Который вкладываете вы И тот смысл Который извлекает непосредственно Сам слушатель Ты прав Не важен язык в музыке Потому что в музыке Есть свой язык Его понимают Разные Человек разной нации То есть Для всех людей Язык музыки Он один Ну, я думаю Что самое время Нам прекратить говорить А вам начать говорить На языке музыки Да, взять микрофоны в руки А мы сейчас вас пока представим Итак, дамы и господа В нашей студии находятся Молодые Ну, правда Одному еще Уже целых 30 Но все же Молодые Да, еще 30 Молодые Прекрасные Талантливые Курал Чукоев и Марс Ваши бурные овации Внимание Да, мы уже все во внимании Давайте послушаем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok